Договоры между душами. Самая интересная, моя любимая тема. Земля, душа, условно за 300 земных лет, условно, решает воплотиться или ее вынуждают воплотиться. Это уже отдельный разговор, почему это происходит. То есть души высшего порядка, они сами решают воплощаться. Те, которые еще где-нибудь посередине, им как парашют надели и с самолета выпинули. Примерно вот такое происходит ритуал, значит, воплощение. И на курсе развития сознания мы, конечно, учимся входить в состояние, когда мы можем при зачатии протянуть высокочастотную душу высшего порядка. Значит, итак, вот душа, значит, она приходит с двумя, минимум с двумя, минимум. А сейчас приходят души настолько древние, настолько опытные и настолько с большим потенциалом и очень с большим предназначением, с миссией очень глобальной, что с ними приходят десятки, а то есть сотни ангелов, которые будут им помогать. И вот, значит, как минимум два ангела и, значит, хранитель кармы с ними приходит, с этой душой. Значит, и здесь, значит, душа примерно за 300 земных лет, значит, первый, второй ангел и хранитель кармы собираются и начинают заключать договор. И душа говорит, пожалуйста, будь моим первым мужем, да. Ты, пожалуйста, будь вторым. Ты, значит, будешь подругой, которая предала. Ты будешь подругой, которая, там, подруга предатель, подруга, которая выручила. Ты, значит, будешь начальником, который мне бы не сможет. Ты будешь сыном, ну, как бы, ладно, здесь дочерью. Значит, ты будешь сыном, ты будешь сестрой, ты будешь мамой, которая там меня долбает, ты будешь папой, который меня поддержит и так далее. десятки, сотни, ну, не десятки, точно, сотни, тысячи и тысячи этих договоров. И чем древнее душа, тем больше договоров она заключает. Плюс ко всему, значит, душа вот в этот период с хранителем кармы и со своим ангелом, она планирует, значит, предназначение, то есть, да, там, допустим, там, в какой-то период, там, в подростковый период, там, что-то одно, в юношестве, там, второе, и в зрелом возрасте, там, третье, четвертое. Еще она планирует миссию, и вот сейчас приходят души, у которых, если раньше, там, дай бог, одна миссия, и ладно, бог с ним, воплотил, сделал. То есть сейчас приходят души настолько с большими глобальными миссиями, и один, и три, и четыре, ну, и такие, ну, вот я на этот момент насчитала шесть или семь, да, у себя. Ну, и такие, там, как муджи-бабаджи, у них, там, до десятков доходят. Вот я просто на этот момент насчитала, не знаю, что там дальше, откроется или не откроется, с этим бы справиться, да. Вот. Соответственно, вот это вот все тоже планируется. Теперь, планируются уроки. Значит, ты будешь первым мужем, который даст мне какой-то плохой урок, да. И вот они живут, 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 там, пять, десять, двадцать лет. То есть у них там вот эти вот уроки запланированы. Живут, 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 и, значит, их души встречаются, и говорят, ну, что, судя по всему, то есть, ну, просматривают, да, вероятность событий, говорят, судя по всему, вот этот урок, как бы, да, она ему не даст. Он ей вот этот не даст, а она ему еще вот этот не даст. Ну, хорошо, ну что, разводимся? Да, разводимся. И вдруг, как у меня, например, было за две недели до этого мы с мужем, милый, любимый, золотая ты, мой солнышко, ты прям моя звезда, да, это было за две недели. И потом раз в какой-то момент мы обоюдно сели, поняли, что нам не по пути и разошлись. Вот, потом, значит, есть второй договор, то есть, это может быть там второй муж, а это может быть и любовник, без разницы. Главное, человек, который даст недостающий опыт. Нужно же матрицу же, нужно заполнять, никто не отменял. Вот, и, значит, соответственно, второй муж, у него, у этой души тоже свои, свои миссии, свое предназначение. Ей, чтобы вот до этого дойти, ей тоже свой опыт нужно получить. То есть, это то, что они, значит, между собой договорились, уроки, которые дать. И тут еще добавляет вот то, что они не выполнили в предыдущих браках. Понимаете, второй брак уже идет с утяжелением. И тут подключаются сыновья, дочери подключаются, подключаются там родители, родители со стороны первого мужа, родители со стороны второго мужа, родители этой женщины, которая второй раз вышла замуж, ну или наоборот, мужчины, которые второй раз женился. Тут подключается и активируется все. И уроки даются по полной программе, тут заполняется здесь, где недостача, здесь недостача. И, в общем, много матриц заполнится в этом случае. И договор заключается даже, если, например, вот между нами, например, да, вы просто случайно пришли на этот, нашли этот ролик, нашли, допустим, этот вебинар, послушали, у вас пазлы сложились, и вы, ага, вот здесь вот так вот, вот здесь вот так вот, вот на многие вопросы получили ответ, все, вот у нас с вами договор. По договорам все ли понятно, есть ли вопросы? Договор, получается, заключается на каждую жизненную ситуацию? Да, договор заключается с каждым человеком, с кем ты встречаешь, даже если это, например, сотрудница через пять кабинетов, но которая тебе хоть раз в жизни там предложит выпить кофе, вы просто поздоровайтесь, оно улыбнет у тебя в тяжелый момент, когда там у тебя состояние, хоть вешайся, да, и в этот момент у тебя посветлеет внутри, и ты выйдешь из этой ситуации. Да, вот до таких нюансов. Расскажу историю. Была у меня приятельница, и в принципе жила прекрасно, живет родители в очень обеспеченной семье, один минус был, она была очень сильной чувственницей, ну вот чувствует людей, училась в универе, не могла ездить в общественном транспорте, съездит в общественном транспорте, все, потом приходит, болеет или рвет, вот настолько была чувствительна. И это было такое солнышко, прям вот такой милангел, что вот все однокурсники, которые имеют машину, с удовольствием, с радостью ее и отвозили, и привозили, там и сестра, и брат, все на машине, она не любила ездить, кстати, как ни странно, не любила водить, и в крайнем случае, если никто не может, и она там никого не хотела напрягать, она вызывала такси. И долго настраивалась, чтобы повзаимодействовать вот так вот. Значит, очередной раз она сходила в какой-то торговый центр, что-то там себе прикупила, и, соответственно, вызывает такси, такси застряло в пробке. Водитель звонит, говорит, ну я тут вообще безвылазно, не знаю, когда я к вам доберусь. И она видит, что вот дом-то у нее, по сути, по прямой остановок семь, вот прям прямая идет, и семь остановок подряд. Собирает волю в кучу, настраивается, запрыгивает в автобус, в свободное место садится. Она говорит, еду, еду, и сзади две тетки трынзят и трынзят, говорит, ну прям сил никаких нет. Вот, и значит, и вдруг я слышу, что, и вдруг я чувствую, что вот мне берут и что-то в ухо засовывают. Я пытаюсь понять, ну с тонкого плана, на тонком плане она чувствует. Я пытаюсь понять, что в ухо засовывают, и я понимаю, что мне хотят сказать, слушай, чтобы я слушала, что вокруг происходит. Я начинаю прислушиваться, кроме их разговора ничего не слышу. И вдруг у меня, я начинаю понимать, у меня в жизни ситуация, я не могу ее разрешить уже больше года. Она ко мне с этой ситуацией на консультацию приходила, и мы с ней разобрали, и я сказала, ну вот как бы не принимай решение сейчас, приди домой, еще раз все взвесь, на бумаге распиши, еще раз все взвесь, через тело пропусти, посмотри, на какую у тебя ситуацию тело отзовется или нет, чувственницы же им проще. Вот, я говорю, и примешь решение, ночь переспи со всем этим, утром опять сделай то же самое, и, соответственно, объявишь о своем решении. И в итоге она протянула год. Очередной раз я, значит, убираюсь дома, мою посуду, и когда мою посуду, очень много информации приходит людям, и я просто так пришла информация и показывает лицо, кому надо передать. Я, значит, звоню, говорю, слушай, Солнце, я не знаю, о чем это, я говорю, ну вот такие картинки, вот это вот, это вот, это вот, я их расшифровала вот так, вот так, вот так. Телый говорит, о, да, все, у меня запрос, мне вот надо разобраться, все, спасибо, ты дала подтверждение, я теперь поняла, куда двигаться, или понял, куда двигаться. Ну, все, окей, я даже не знаю, я даже не влезаю туда. Вот. И тут, значит, я мою, показывает ее лицо, скоро поздно, скоро поздно. Я ей звоню, говорю, слушай, подруга, я не знаю, о чем это, я говорю, скоро поздно, скоро поздно, я говорю, вот, разбирайся. И она мне говорит, Алина, ты знаешь, я говорю, она говорит, мне даже стыдно тебе сказать, но так случилось, что вот то, с чем я к тебе обращалась, я до сих пор это не озвучила, и ситуацию не изменила. Я говорю, ничего себе, я говорю, у тебя тогда горело, ты прям даже не могла два-три дня подождать, говорила, что мне срочно-срочно, и вдруг это на год все раскинуло. Она говорит, да. Я говорю, ну, смотри, я говорю, в общем, с тонкого плана пришло предупреждение, давай, ускоряйся. И она мне звонит через неделю и говорит, представляешь, у меня была такая ситуация, и рассказывает про вот этот случай в машине, понимаете. Она говорит, и едут эти тетки, сзади разговаривают, прям у меня аж голова разболелась от их разговора. И когда вот мне дали понять, что прислушайся, и я понимаю, и они начинают рассказывать. А Машка-то вышла замуж, и у нее вот так, вот так, вот так случилось. А вторая говорит, да ты что, это все ерунда. А Васька-то и рассказывает другую ситуацию, и потом рассказывает третью ситуацию. И я поняла, что все это один в один, то, что мне нужно, и мне все вот эти вот варианты событий при каждом решении, мне расписали с тонкого плана. Я говорю, ничего себе, ты красавица. Она говорит, пожалуйста, узнай, что это за тетки, и почему меня посадили в этот автобус, и как так, что мне вот ситуации были один в один, как у меня, у совершенно разных людей. Ну, я, значит, самой стало интересно, вхожу в измененку и спрашиваю, задаю вопрос, спрашиваю. И мне говорят, что она в свое время, до воплощения, за вот эти 30 лет, с этими женщинами заключила договор, что они вот так вот будут ехать в автобусе, будут разговаривать, и она примет важное для себя решение. То есть настолько древняя душа, что она просчитала все, не просто вот эту ситуацию, но и тех женщин, которые, вот если она затормозит, в течение года не примет решение, что вот эти женщины в автобусе будут встретиться и будут разговаривать. Я говорю, хорошо, представьте ситуацию, да, ну я знаю, в какой остановке она ехала. На этой остановке останавливаются одновременно 5-6 автобусов. Ну, то есть это вот прям развязка транспортная. Я говорю, представьте ситуацию, она села не в этот автобус, а в другой, который вот по прямой едет. Я говорю, и что? И они говорят, не переживай, это настолько древняя душа, что и в том автобусе нашлись бы те, которые примерно то, что там и рассказали. Ну, или дядьки. То есть понимаете, насколько все вот это, вот мы друг на друге, все завязаны. И просто сейчас посмотрите свое окружение. Вспомните какие-то свои ситуации, где случайно что-то происходило. Где какой-то человек говорил какую-то фразу вообще не о том, что вам нужно, но именно эта фраза ставила пазл, и у вас вся картина нарисовалась. И наверняка вы все вспомните. И в этом случае я просто вспоминаю ситуации, когда идешь по парку, я живу возле парка, идешь по парку, гуляешь, и идут по этим дорожкам женщины и просто о чем-то говорят. И, например, а это ненормальные там ля-ля-ля-ля-ля. Я думаю, так. То есть обычно я не слушаю. Если я услышала, то где я ненормальная? В какой ситуации я ненормально поступаю? Веду, говорю и так далее. И когда вот эти вопросы задаешь, то ответ изнутри приходит. Потому что мы рождаемся, и мы все, понимаете, мы все вот это все знаем. Мы знаем до мельчайшей ситуации, до каждого вдоха, вздоха, который мы сделаем, и что с нами произойдет. По договорам созрел вопрос. Спрашивают, можно ли менять договоры? Можно. Можно. На курсе развития сознания я этому обучаю. Но вот смотрите, тогда, когда вы находитесь еще без тела, то есть от тела душу понижает по вибрациям, вся задача в том, чтобы, находясь в физическом теле, вибрации поднять, находясь в физическом теле, вибрации поднять настолько, чтобы соединиться с Богом. За одно воплощение, за миллион воплощений ты это сделаешь. Без разницы. И когда вы опускаетесь в тело, у вас у души совсем другие вибрации, у души совсем другие знания. Многие вещи, которые вы здесь накоплены, они теряются. Многие вещи, которые вы здесь накоплены, они теряются. Понимаете? И вот когда вы находились в божественном еще состоянии, когда были ваши ангелы, хранитель кармы, находясь в божественном состоянии, вы составили договор. Вам нужен был какой-то урок получить, какую-то матрицу заполнить. Можете ли вы сказать, что то, что вы из ума, в физическом теле, придумали и расторгнули договор, что это лучше, чем когда вы находитесь в божественном? Ответьте себе на этот вопрос, и тогда вы будете принимать решение, менять этот договор или нет. Когда мы проходим курс развития сознания, и проходится очень много, там, ну там под сотню этих практик, разных техник, и мы все это проделываем, и человек очень мощно, почему он называется развитие сознания, очень мощно поднимается на несколько уровней вверх, то вот вопрос с тем, чтобы переписать договоры, у большинства отпадают. И они говорят, да, конечно, мне тяжело, но я это должна пройти. Потому что тогда, когда все договоры выполнены, люди или вот как-то легко и просто расходятся, как мы с мужем, или живут вместе уже душа в душу. И я думаю, вы таких видели. И таких, ну, старичков, которые душа в душу живут. И если у них спросить, наверняка у них очень много чего прожито. Просто они дошли до конца, и все договоры выполнены.